Ауду биллэхи мина шайтан юраджим бисмиллэхи ррахмани ррахим ва бихин астаин ва хваххиру насырин ва му'ин Ва салату ассаламу а аля сейдил анбия и ва ламурсалин ва аля алихи ттайбин а ттахирин аль ма'сумин ва ла анату ддаимату а ла адаихи мажмайин и лаа киявми явмиддин Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракяту, дорогие братья и сестры Мы продолжаем наши уроки, посвященные вопросам идеологии И на прошлых двух занятиях мы говорили о могуществе О первом обсуждаемом нами атрибуте Всевышнего И сегодня мы продолжим также данный вопрос и рассмотрим некоторые важные вопросы относительно данного атрибута Мы дали определение данному атрибуту, вывели из этого определение особенности могущественного И в отличие от своей противоположности, то есть от беспомощного, в частности от вынужденной причины Говоря об определении, мы определили могущество как то, тот, то есть могущественное, это тот, кто совершает деяние, если пожелает и не совершает Оставляет деяние, если не пожелает И в этом заключается определение могущественного То есть могущество это возможность, это способность совершать что-либо при наличии желания И не совершать это действие при отсутствии этой воли и желания Итак, сегодня коснемся мы доводов, доказательств наличия у Бога данного атрибута Но прежде чем приступить к доводам и доказательствам, давайте напомним о том, что мы ранее озвучивали два довода, два доказательства Которые касались, два логических доказательства, которые касались всех, без исключения самостных атрибутов Бога По крайней мере, первый из них касался всех самостных атрибутов, а второй касался только некоторых самостных атрибутов Двумя этими доводами и доказательствами мы доказали все, все самые самостные атрибуты Бога В чем заключались, давайте напомним, в чем заключались эти доказательства Согласно первому доказательству, Бог непременно обладает всеми самостными атрибутами, всеми без исключения Говоря о том, что из себя представляют самостные атрибуты, давайте напомним о том, что самостные атрибуты Это те атрибуты, которые являются атрибутами совершенства Атрибутами совершенства, качествами совершенства То есть тот, кто лишен атрибута или лишен какой-то степени одного из этих атрибутов, тот несовершенен и не может быть совершенен экзистенционально, бытийно. В своем существовании не может быть безграничным, не может быть совершенным. Таким образом, самостные атрибуты — это атрибуты совершенства. Итак, доказывая первым логическим доводом, мы говорили о том, что если бы Бог не обладал бы одним из этих атрибутов или каким-либо из уровней одного из этих атрибутов, то он был бы ограниченным, несовершенным, а как следствие нуждающимся. Нуждающимся в чем? В этом совершенстве. То есть, будучи лишенным этого совершенства, он нуждается в этом. А нужда — это особенность возможного бытия, а Бог — это необходимое бытие. То есть, противоположность возможного бытия. Другими словами, несовершенство в отношении Бога невозможно. Бог не может быть необходимым бытием, не может быть несовершенным. А значит, Бог обладает всеми атрибутами совершенства, то есть, всеми самостными атрибутами без исключения и обладает ими в безграничной мере. То есть, не только не лишен какого-либо из этих самостных атрибутов, но и не лишен даже малейшей степени этих атрибутов. Таким образом, мы доказываем могущество, знание, жизнь и все остальные, даже те, которые мы вообразить себе не можем, потому что мы ранее говорили о том, что некоторые атрибуты Бога, они свойственны только Ему. Они называются муста-сира. То есть, те атрибуты, которые присущи только Ему. Эти атрибуты мы себе не можем представить. Не только мы, грешные простые люди, но даже и пророки, даже приближенные к Богу, они имеют представление об этих атрибутах. Таким образом, мы через это доказательство доказываем все самостные атрибуты, даже атрибуты муста-сира, те, которые присущи только Богу, и невозможно представить себе эти атрибуты. Человек не может получить представление и понятие об этих атрибутах. И второе доказательство, которое касается всех самостных атрибутов, мы не будем, конечно же, все эти доказательства повторять каждый раз, когда будем рассматривать тот или иной самостный атрибут, но в качестве исключения мы напомним об этих доказательствах, в данном случае в вопросе обсуждения могущества Бога. И второй довод заключался в том, что наличие этих атрибутов в творениях свидетельствует об их наличии в Боге. Например, мы видим, что человек в какой-то мере обладает свободой воли, то есть обладает в какой-то мере возможностью выбирать свое действие. В какой-то мере, даже в самой малейшей мере, человек обладает этой свободой воли. Например, в тех вопросах, которые касаются его самого, его мыслей. Например, вы можете себе пожелать представить хороший пейзаж, впечатляющий пейзаж и представить его себе. Можете пожелать забыть его и забудете. Конечно же, только в некоторой мере, не всегда это возможно, но все-таки в некоторой мере это присуще человеку. Таким образом, мы говорим о том, что раз в следствии Бога наличиествует этот атрибут, то он также необходимо наличиествует и в Боге, потому что Бог является причиной человека и не может причиной наделить свое следствие чем-либо, чем не наделен сам. Таким образом, этими двумя доводами доказательствами мы доказываем наличие всех самых разных атрибутов у Бога. Но что касается особенных доказательств, касающихся только данного атрибута, не имеющих отношения к другим атрибутам, то необходимо напомнить и коснуться двух важных моментов. Во-первых, давайте обратим свой взор на следствие Бога. Обратим свой взор на творение Бога, то есть на Вселенную, на окружающий нас мир, на небеса, на землю, на сушу и на водный мир. И посмотрим, исследуем атомный мир, квантовый мир. И посмотрим, убедимся через это исследование в могуществе Бога. Насколько Он могущ в своем созидательстве. Это, во-первых, то есть изучение Вселенной, изучение окружающего мира ясно дает представление о безграничном могуществе Бога. И это несмотря на то, что мы имеем представление и имеем доступ только к небольшой части, к небольшой доле творения Бога. И большая часть от нас скрыта, находится в недоступности. Даже в материальном мире, не говоря уже о том, что находится за пределами и даже, если говорить точнее, над материальным миром. То есть даже материальный мир, даже эта материальная Вселенная, звезды, небеса недоступны нам в полной мире для изучения, исследования. Мы не можем исследовать всю Вселенную, даже если будет нам даровано миллиарды и миллиарды лет. Даже миллиардов лет не хватит на то, чтобы изучить всю Вселенную. не говоря уже о том, что находится над материей, более качественном мире, более интенсивным бытией. Это все ясно и недвусмысленно свидетельствует о могуществе Бога, о могуществе Создателя всего этого. Это во-первых. Во-вторых, обратите внимание, мы ранее говорили о том, что могущество предполагает наличие выбора. Как следствие предполагает возможность множественности следствий. То есть, в отличие от беспомощного, в отличие от вынужденной причины, могущественной может иметь множество разнообразных следствий. И давайте обратимся к той же природе, к тому же окружающему нас миру и посмотрим, разнообразно ли творение Бога, следствие Бога. Разнообразен ли мир, который мы сможем изучить? Конечно же, он разнообразен. Бог создал птиц, Бог создал землю, звезды, Бог создал животных, рыб, разнообразнейших видов. Бог создал человека. Это безграничное количество и разнообразие творений, совокупности поражает разум. Человек не способен изучить все разнообразие, в полной мере изучить все разнообразие творений Бога, во всем ее разнообразии. До многих даже материальных вещей у человека нету доступа. Ранее считалось, что атом является элементарной частицей. Позже выяснилось, что атом также расщепляется. Имеются протоны, нейтроны, электроны. Потом выяснилось, что и это является элементарной частицей. Выяснилось, что имеются кварки, имеется глюлённое облако. Но у человека до сих пор пока еще нет возможности расщеплять эти вещества. Но где гарантия, что они являются элементарными частицами, не состоят из каких-то других частиц и не расщепляются на другие частицы. И где гарантия, что эти частицы не расщепляются. И так множество уровней. То есть все разнообразие окружающего нас мира нам до сих пор недоступно. И мы можем только поражаться. И это понимание, яснейшее и четкое понимание в этом вопросе, конечно же, присуще в первую очередь людям, которые занимаются изучением окружающего мира. Им только можно позавидовать в этом отношении. Насколько большой милостью они обладают, когда обретают эту возможность. Возможность изучить окружающий мир. Будь то это биологи, астрономы, или физики, или химики, или еще какие-то другие ученые. Они обладают большой и величайшей возможности изучить все разнообразие творений Бога, посвящая этому всю свою жизнь. Это, конечно же, говорит о том, что Бог является могущественным, так как разнообразие следствий не присуще вынужденной причине, не присуще беспомощному и является яснейшим доказательством того, что Бог могущ, является могущественным. Помимо данного вопроса, нам также необходимо обсудить вопрос о безграничности Бога. И в этом отношении, в этом вопросе имеются определенные сомнения, которые нам необходимо коснуться. И также привести доводы и доказательства. Что мы сделаем на следующем занятии? Но прежде чем прощаться, я приведу один аят из Священного Корана, который также доказывает, что Бог является могущественным. Мы привели доводы разума и приведем один аят из Священного Корана, который свидетельствует о могуществе Бога. И на этом, простимся с вами, Всевышний в Священном Коране говорит, что воистину Бог единый, Аллах могущественен над каждой вещью. А на этом я с вами прощаюсь. Вассаламу алейкум, ва рахматуллахи, ва баракяту.